Проследить за недобросовестным партнером, уличить свою половинку в измене, вскрыть аккаунты в социальных сетях. За решением этих пикантных задач не обратишься в полицию, а вот детективное агентство за вознаграждение способно решить эту задачу. Как частные сыщики помогают вернуть семью неверных супругов? Чем регламентируется детективная деятельность и как получить профессию детектива? Добрый день! В эфире программа «Гражданин и закон» на радио «Медиа Метрикс Питер» и я, ведущая Юлия Милейко. Сегодня у нас в гостях руководитель детективного агентства Дмитрий Никитин. Дмитрий, здравствуйте. И советник президента Международной ассоциации детективов Евгений Ивченков. Здравствуйте. Насколько мне известно, вмешиваться в частную жизнь можно лишь в согласии самого человека. Дмитрий, поскольку вы руководитель детективного агентства, первый вопрос у меня к вам. Как детективное агентство обходит постулат и каким образом детективная деятельность вообще рекламентируется в законодательстве? На самом деле есть закон, федеральный закон о частной детективной охране деятельности, согласно которому человек получает лицензию на право заниматься данной деятельностью. И в рамках лицензии заключается контракт непосредственно с заказчиком, в рамках которого мы осуществляем определенные действия. Допустим, розыск человека, либо сбор информации по гражданскому делу, если таковое имеется. Если уголовное какое-то преступление, то мы, конечно, обязаны уже уведомить органы внутренних дел. Тогда, да, значит, что касается вторжения в частную жизнь, да, и каких-то таких тонких моментов, которые, ну, не совсем законны, так сказать, да, то этим лучше, конечно, не заниматься вообще. Иногда бывает так, что и родители приходят с проблемой, что ребенок вот действительно ведет такой образ жизни немножко непонятный, тяжело, все бывает. И наркотики, и, значит, какие-то там связи с боли, с зрелыми соперниками, партнерами, значит, у девочек бывает. Естественно, приходится отрабатывать по полной программе таких людей. Так что, в принципе, ничем незаконным мы не занимаемся, то есть это ясно, да? И вторжение как такового в частной жизни никому не нужно. Насколько я знаю, планируются изменения в законодательстве, которые расширяют полномочия детективов? В принципе, да. Оно планируется, на самом деле. Очень большой вклад президента Международной ассоциации детективов Андрей Николаевич Матушкин вносит. Вот пытается, так сказать, продвинуть все это, чтобы расширить полномочия, поскольку мы все бывшие сотрудники спецподразделений, правоохранительных структур, ФСБ, МВД, Следственного комитета, куча разных спецов в разных областях. Поэтому я думаю, что если нам дадут полномочия, это только будет лучше гораздо для всех. Мы сможем тогда активно действовать открыто, во-первых, помогать людям более эффективно, чем сейчас. И это будет большим-большим плюсом. То есть правоохранительные структуры в наших редактах, так сказать, они просто поимеют больших помощников, так скажем. И с них снизится нагрузка. Конечно. Она и так очень большая у них. Евгений, поскольку представляете Международную ассоциацию, расскажите вкратце, какая вообще основная задача Ассоциации детективов и чем вы занимаетесь? Ну, по сути, у Ассоциации несколько задач. Одна из них – это, конечно же, объединение детективов разных как городов на территории Российской Федерации, так и различных государств. Объединение для того, чтобы создать некий аналог частного интерпола. То есть, чтобы детективы могли работать географически в любой точке. То есть, к нам, например, обращается клиент, которого интересует какой-то вопрос по иному городу или иному государству. И в пределах Международного объединения детективов, да, Международной ассоциации мы можем активно взаимодействовать с нашими партнерами, которые также в эту ассоциацию входят. И таким образом осуществлять работу, по сути, дистанционно. Также важная задача, которая стоит перед ассоциацией и которая активно содействует уже упомянутый моим коллегой Андрей Николаевич Матушкин, президент Международной ассоциации детективов, это популяризация детективной деятельности как таковой. Это поднятие имиджа детектива. Это, скажем так, сохранение доброго имени. Потому что все члены Международной ассоциации при вступлении проходят очень тщательную проверку, у них должны быть поручители, и руководство ассоциации очень тщательно следит за тем, чтобы в рядах, скажем так, частных детективов не появлялось людей, которые занимаются откровенно обманом, незаконной деятельностью. Если такие люди выявляются, а они периодически появляются на рынке, то члены ассоциации и ее руководство принимают активные меры к тому, чтобы данных людей изобличить и по возможности с рынка вообще убрать, потому что они подрывают все основы вообще детективной деятельности в нашей стране, и именно они могут быть препятствием к тому, чтобы какие-то расширяющие полномочия были приняты, вот эти новые законы и все остальное. То есть, по большому счету, Международная ассоциация, она структурирует детективный рынок, она следит за повышением качества услуг и блюдет репутацию частного детектива как специалиста. А почему Международная ассоциация детективов находится в штаб-квартире в Петербурге, а не в какой-либо другой стране? Ну, здесь очень просто это объяснить по той простой причине, что основатель Международной ассоциации детективов в Санкт-Петербурге проживает, поэтому штаб-квартира находится здесь. То есть, это не связано с тем, что детективы больше всего в Петербурге? Нет, конечно, не связано. Хорошо. Дмитрий, если над человеком по воле заказчика прекращается слежка, то, скажем так, тот, за кем следили, он узнает о том, что проводилось расследование или нет? И этично ли это по отношению к нему? Ну, давайте так, значит, начнем ответ на этот вопрос. Слежка вообще у нас запрещена действующим законом, у нас решено только наблюдение в рамках лицензии. То есть, разница, наверное, ясна вам или нет? Ну, я думаю, что лучше уточнить ее для зрителей. Значит, уточняю. Слежка – это активный сбор информации в отношении лица, о его образе жизни, проникновении в частную личную жизнь, в семейную тайну, в том числе съемка видео в жилье, в помещении, в квартире, на даче, в туалете, в гостинице. Допустим, можно где-то в автомобиле, да? То есть, грубо говоря, все, что касается личной жизни, то у нас слежка. Все, что происходит в общественных местах – кафе, в ресторанах, на улице, в барах, кинотеатрах – все можно снимать, фотографировать. Это уже будет у нас наблюдение законное. Вот это раз. Второй момент, как бы, если заказывать, допустим, супруг, супругу, то есть он проводит ее розыск, мы заключаем контракт на розыск, в рамках розыска проводим наблюдение, естественно. Договор у нас конфиденциальный, поэтому никаких там утепящих информации, да, не может быть. В принципе, человек об этом, конечно же, никогда не узнает, что его отрабатывали детективы. Хорошо. А, например, установить жучок на машину, либо в ноутбук, в телефон – это квалифицируется как слежка или как наблюдение? Вот если установить жучок, это вообще незаконно. Использование технических средств – это его уголовная ответственность уже. И я думаю, что под слежку это подпадает больше. С какими запросами чаще всего к вам обращаются граждане? Я посмотрела ваш сайт, сказано, что у вас проведено уже больше тысячи расследований, в том числе вы помогали в раскрытии преступлений, там больше, по-моему, там, сколько там, 74 или 94 человека привлечено к уголовной ответственности, там выявлено столько-то измен, сколько-то пара возбуждений в семью. Увидела также, что у вас есть услуга, как вернуть человека из секты, или из плохой компании, да, уведение из секты, вот, вернуть в семью. Какие вопросы чаще всего приводят к вам клиентов? Чаще всего, конечно, все зависит скорее от времени года. Допустим, зимой преступление 70%, весна, когда уже солнце, романтика, птицы начинают петь, начинаются любовные измены. Вот 60% где-то, вот, весной у нас идут измены. Значит, потом на втором месте у нас уголовно наказуемое преступление, помощь в раскрытии, да, правоохранительным органам и, естественно, частное расследование в отдельности. Это кражи, мошенничество, иногда изнасилование, когда человек боится обратиться, да, иногда похищение человека, все что угодно может быть. По поводу, как бы, услуги выведения из секты, это самое, наверное, редкое на сегодняшний день вещь, поскольку, чтобы это провести, необходимо огромный ряд технических мероприятий, огромный вклад, большое количество людей, в том числе внедрение в эту организацию, поэтому это самая дорогостоящая услуга. И у нас, ну, люди, порой попадающие в секту, они не могут оплатить, поскольку эти все деньги отдают туда. То есть родственники остаются, ну, с этой бедой один на один. А у нас, фактически, мы не можем, да, привлекать очень много народу, и из-за этого это самая непопулярная, наверное, услуга. Но было, конечно, случай, у нас даже видео на сайте есть, где было внедрение действительно в подобную организацию, мы человека вытащили тогда. А вот раскрытие, например, преступлений, почему обращаются к вам? Связано с тем, что правоохранительные органы перегружены, либо сами правоохранительные органы просят вас оказать содействие? Вы знаете, бывает, конечно, так, что и органы перегружены, и люди идут. Не потому, что они не доверяют, да, не потому, что они что-то там плохое начинают думать о них, а потому что, скорее всего, они хотят обратиться к профессионалу и получить грамотную помощь именно в том ключе, в котором им нужно. То есть мы начинаем работать с клиентом от начала и до конца. Вот мы взялись, и мы работаем. У нас, кроме как этого клиента, ничего не будет. То есть у нас есть сотрудники, которым мы поручаем данное задание, и они его отрабатывают с 6 утра, допустим, до 12 часов ночи. И это гораздо эффективнее, и быстрее, и лучше. Что касается уголовного преступления, конечно, мы, если выявляем факт, что это было, мы обязаны сообщить в ОВД по месту совершения. Мы собираем материал от начала до конца, собираем всю доказательную базу, пишем уже справку, заявление, и вместе уже с клиентом идем и подаем документы. Органы с удовольствием их принимают, возбуждают дела. То есть правоохранительные органы, там, в частности, полиция, они рады тому, что вы уже приносите для них готовое дело? Ну, в принципе, да, мы уже им приносим, как говорится, уже готовые показатели, поэтому они берут с удовольствием. Там отработано все на 100%. То есть у них нет ревностной реакции, что вы вмешиваетесь в их работу, мешаете им вести деятельность? Конечно, нет. Зачем? Нагрузка у них очень большая, поэтому все понятно. Они сейчас, им тяжело. Евгений, вы практикующий детектив? Да. Какими делами вы чаще всего занимаетесь на вашей практике? И к чему чаще всего привлекаетесь вы? Ну, я вообще занимаюсь, как правило, техническими мероприятиями. Это поиск информации, это ее обработка, это взаимодействие с людьми и с заказчиками, например, по проблемам технического характера. То есть когда непосредственно угрозу для них представляют злоумышленники, находящиеся где-то далеко и действующие посредством сети интернет. То есть это когда взламывают их страницы, когда их начинают шантажировать, когда у них происходит утечка информации в бизнесе, например, да, это может быть промышленный шпионаж с вторжением в их сети, со взломом их почт. То есть я либо сам, либо привлекаю сотрудников профильных, да, для того, чтобы обезопасить, скажем так, человека в киберпространстве и для того, чтобы ему объяснить технику безопасности и понимание того, как ему сделать так, чтобы больше не произошло таких неприятных событий, когда у него утекают какие-то данные, и они используются против него. То есть непосредственно наблюдением вы не занимаетесь за человеком? Ну, скажем так, любой детектив в своей деятельности, он имеет определенную степень универсальности, то есть, естественно, каждый проходит через такие вещи, как наблюдение, как сбор информации. Естественно, каждый детектив должен обладать высокими коммуникативными навыками, живым умом, уметь делать и наблюдать, скажем так, и искать людей. Но, тем не менее, у каждого есть свой профиль, в котором он специализируется, и поэтому наиболее разумно и правильно работать именно в той сфере, которая для каждого из нас является наиболее профильной и в которой мы особо хороши. А какими инструментами вы пользуетесь на своей практике? Компьютером, телефоном. Ну, если серьезно, то есть какие-то специальные программы, которые мы используем для того, чтобы собирать данные, также есть программные комплексы, предназначенные для того, чтобы анализировать и, скажем так, тестировать на устойчивость информационные ресурсы, как те же самые социальные сети, так и сети компьютерные, почтовые аккаунты. Естественно, все это делается с разрешения самого владельца. То есть, если, например, какая-то компания хочет проверить, ну, хочет защититься, скажем так, от злоумышленников, которые пытаются путем взлома получить от них какую-то информацию, которая представляет, например, коммерческую тайну или может дать конкурентам нездоровое преимущество, они подписывают соглашение, что они дают разрешение на то, чтобы мы проверили их сеть на устойчивость. Соответственно, в рамках этого соглашения мы ищем уязвимости. Если мы их находим, мы делаем санкционированный взлом, после чего мы им показываем, как это произошло, мы устраняем проблему технически, и мы обучаем сотрудников для того, чтобы они знали, что нельзя сообщать пароли другим людям, что нужно их хранить в надежном месте, что есть определенные правила пользования информацией, кому можно сообщать информацию, а кому нет. Потому что, конечно же, самый уязвимый элемент любой системы это живой человек. Бывает достаточно просто позвонить человеку и представиться сотрудникам службы безопасности, чтобы он вам все пароли отдал. То есть здесь даже не нужно знания компьютеров как таковое. Поэтому работа с людьми здесь это краеугольный камень. Я правильно понимаю, что вы привлекаете специальных IT-специалистов, программистов, которые пишут программы для вас, либо вы пользуетесь тем, что уже существует на рынке? В целом все верно, да. Мы и используем то, что на рынке уже есть, какие-то инструменты общедоступные, какие-то мы используем профильные, которые, например, являются платные, лицензионные. И мы, бывает, что привлекаем специалистов для того, чтобы они что-то нам сделали персонально под наши запросы. Насколько сложно найти хорошего специалиста, программиста, который может создать такую программу? Все зависит от области. Где-то очень сложно, где-то, ну, тут, поймите, зависит все от рынка. Так как, например, на создание веб-сайтов спрос велик, то и количество специалистов, естественно, в этой области зашкаливает, и хороших там тоже много. Но если мы говорим о какой-то узкой области, да, такой, как защита информации, особенно защита информации в каких-то узких рамках, да, узких системах, то бывает, такого человека найти непросто. Ну, в этом и заключается, по сути, работа. Находить нужно не только злодеев, да, там, изменяющих мужей и жен, но и людей, которые могут профессионально оказывать услуги, и главное их проверять, чтобы они действительно на уровне это делали, и чтобы они сами не стали источником утечки. — Дмитрий, вы говорили, что там 60% дел, они связаны с изменами. Вот сейчас как раз весна наступила, я так понимаю, что это сейчас, наверное, самая популярная услуга, с которой к вам обращаются. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему именно измены, и вообще как часто люди просят вас проследить за кем-либо из супругов? — Если брать статистику, то практически каждый день у нас есть обращение сейчас поизменим. Насколько это как бы часто, то, я говорю, весна, да, зимой бывает глухо, действительно, там 2-3 дела в месяц, а вот весна каждый день идет. И мужья за женами, и жены за мужьями, и любовники за любовницами, у кого-то по 2 любовницы, за обоими любовницами, то есть ситуация бывает совершенно разная. Люди разные, действительно. Если рассказать про услугу, вам интересно. — Да, потому что, насколько я читала, можете привлекать и психологов, и актеров для того, чтобы вернуть в семью. — Да, возбрать семью — это достаточно как бы тонкий такой момент, когда человек уже понял, что ему изменяют. Он хочет устранить соперника, либо соперницу, да, что, собственно, неудивительно. Где-то 90% случаев приходят именно уже после того, как получили отчет за этой услугой. Значит, проводится она разными методами совершенно, да, такими, не буду обо всем рассказывать, потому что, ну, иначе все будет очевидно, да, потому что это наша коммерческая тайна все-таки. В основном, да, психолог семейный, который, первое, перестраивает отношения полностью, ищет причину разлуки, ищет пути решения, создается индивидуальный портрет человека психологический, в рамках которого уже мы этот объект отрабатываем. Выбираем актера или актрису нужного типажа, нужного достатка. Если это, допустим, нужен обеспеченный человек, то он будет обеспеченный. Если нужен, наоборот, такой, которого там женщина должна пожалеть, он будет такой. То есть здесь все зависит от ситуации. Актеры, актрисы, да, выезжают, отбивают, человек возвращается в семью. Но для того, чтобы он вернулся, недостаточно работы актера. Тут нужен психолог. Здесь нужно четко продумать, потому что иногда бывает так, что вот действительно мы отработали, мужчина в семью возвращается, психолог говорит, нужно делать тебе так, и так, и так, и так. Женщина берет, и наоборот, давай его каждый день клевать. Клюет, 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 он три дня выдерживает, потом уходит. И уходит, причем не к кому-то, а в никуда просто. Поэтому вот такие ситуации. Я правильно понимаю, психолог работает только с тем человеком, который обратился проследить за супругом. Он же не может работать с другой стороной. Для того, чтобы вывести проблему, нужно знать мнение обоих супругов. Вы знаете, да, по возврату в семью именно с той стороной, которая обратилась. Если, конечно же, женщина уже, которая поняла, что психолог профессиональный, что все хорошо, все помогло, она потом может просто уже мужу сказать, слушай, у нас там с тобой были там раздоры, какие-то непонятки в нашей семейной жизни. Давай, пожалуйста, выясним свои отношения, давай разберемся все-таки, что же у нас произошло. Давай привлечем, у меня психолог такой хороший есть, там ни одному человеку помогло. И все, приглашают, это уже психолога и уже в частном порядке. Независимо от нас, и психолог уже начинает работать с ними до конца уже идет. Но ведь проведение такой операции по возвращению в семью одного из супругов достаточно дорогостоящее. Привлечение актеров, психологов, там, машины, цветы. Сколько примерно должен вложить заказчик для того, чтобы успешно провести подобную операцию? Ну, вы знаете, здесь все зависит от ситуации, да, смотря что нужно сделать, смотря кто у нас объект, какие у него цели. Бывают девушки уводят из семьи, да, мужчин, которым там под 60 лет уже, из-за денег. То есть понятно, что ей нужно. То есть там будут и дорогие подарки, и дорогие встречи, и там дорогие рестораны, бывают совершенно другие и разные ситуации. В принципе, эта услуга варьируется где-то от 60 до 500 тысяч. Евгений, вот на вашей практике, если, например, мы не берем там услугу, связанную с возвращением в семью, там кто-то подозревает своего партнера в измене, и там их опасения подтвердили, что дальше, раздел имущества, или какие дальнейшие действия, как правило, происходят. Вы знаете, тут все зависит, конечно же, от заказчика, от его характера, склада, его личности и его потребностей. На практике бывает и такое, что люди расходятся, но, как уже сказал Дмитрий, таких людей немного. То есть по большей части люди, которые обращаются в агентство, они на самом деле заинтересованы в том, чтобы свою семью спасти. Они поэтому цепляются за любую возможность естественно вернуть то тепло и тот комфорт, который они испытывали в отношениях. Но бывают и люди, которые ищут, скажем так, эту информацию для того, чтобы расстаться. Мы, скажем так, не всегда далеко интересуемся у заказчика, как у них там дальше произошло. То есть вы понимаете, это немножко не та ситуация, когда вы позвоните человеку и скажете «Здрасте, ну как вы там успешно развелись, квартиру поделили?» Поэтому бывает такое, да. То есть сейчас заказчик говорит «Мне достаточно, я все понял, я пошел разводиться». Бывают случаи даже, когда люди прямо из кабинета детектива тут же звонят своему супругу, получив доказательства и говорят «Мне нужно с тобой встретиться, возьми с собой паспорт, мы с тобой идем разводиться». Такое бывало. А доходило ли для каких-то кровопролитий на вашей практике? Я скажу вам так, если мы понимаем, что человек, как правило, это мужчина, что он настроен агрессивно, что он настроен буйно, то мы стараемся с ним пообщаться и донести до него, скажем так, всю опасность ситуации, в которой он может оказаться, остудить максимально его пыл, возможно, его чем-то отвлечь, для того, чтобы он не наделал глупостей. Потому что, во-первых, мы в определенной степени заботимся о своих клиентах, да, о их безопасности, и мы совершенно не хотим, чтобы из-за того, что мы узнали, например, что его жена завела себе любовника, да, он бы совершил что-то уголовно наказуемое. Ну и плюс, естественно, так или иначе, мы все равно следим за соблюдением порядка и законности в обществе, да, и стараемся, наоборот, разряжать обстановку и делать нашу жизнь более мирной. Поэтому часть, скажем так, да, это ответственность перед клиентом, часть это ответственность непосредственно перед обществом в плане того, чтобы, скажем так, следить за тем, чтобы жизнь стала более мирной и комфортной для всех, в том числе и для людей, которые по какой-то причине решили, что их отношения нужно изменить, поменять формат, возможно, поменять партнера. то есть, если вам, у вас будут подозрения, что там, одному из супругов угрожает опасность, вы обратитесь в правоохранительные органы? Опасность, да, или, скажем так, если мы знаем о преступлении совершенном или о том, что кто-то собирается его совершить, мы, естественно, обязаны об этом сообщить, тем не менее, мы, смотрите, это на самом деле понять зачастую очень просто. Для того, чтобы человек сказал, да, я доволен, все хорошо, с улыбкой, и так, чтобы мы не догадались, ушел, а потом что-то сделал, он должен иметь определенную степень либо психических отклонений, да, либо это должен быть человек огромной выдержки с железными нервами, который тоже не совсем тот тип, да, который будет совершать преступления на почве взрыва эмоций. Это люди с психическими отклонениями. Если мы понимаем вдруг, что перед нами человек, который может действительно что-то сделать, как я сказал, мы стараемся все-таки не доводить ситуацию до той, где он понесет ответственность за то, что он совершит, а не допустить этого. Либо отвлечь, перенаправить его, либо, если нам становится известно о каких-то его намерениях, да, возможно, с ним встретиться еще раз, предотвратить, возможно, донести до него какую-то другую информацию. А если, например, вернуться к экономическим преступлениям, то как часто, допустим, один из партнеров подозревает другого в хищении или еще в каком-то преступлении, как часто результаты приводят к каким-то последующим проблемам для одного из партнеров? Ну, если речь идет о бизнесе, то, как правило, люди стараются просто выяснить отношения между собой, естественно, ссоры из избы не вынося. То есть, в крайнем случае речь обычно идет все-таки о гражданско-правовых отношениях, да, это суд, у нас есть практикующий юрист по гражданско-правовым и имущественным делам, который помогает, если что, нашим клиентам такого рода проблемы решать. Если же говорить о, ну, например, предприятиях, да, где совершается хищение, например, то тут тонкий момент. То есть, если заказчик непременно хочет привлечь сотрудника к ответственности, да, естественно, он может это сделать, но если сумма ущерба была небольшой, то, естественно, заявление в правоохранительные органы подается, потому что мы, как я уже сказал, о преступлении сообщить обязаны, но заказчик может примириться по своей инициативе, если зломышленник ему ущерб возместит. То есть, человек, например, что-то с работой, грубо говоря, украл, да, он незаконно завладел какими-то либо денежными средствами, либо каким-то оборудованием, если он попадает по уголовному кодексу в пределы, скажем так, возможности возмещения ущерба и примирения, он может это сделать для того, чтобы избежать наказания. Но, естественно, скажем так, по соглашению с потерпевшей стороной. Дмитрий, поскольку вы там, побежали, ежедневно сталкиваетесь с разными делами, трудно ли оставаться невовлеченным в тот или иной процесс? Эмоционально, имею в виду. Вы знаете, эмоционально я невовлечен в эти процессы уже, с 2001 года, поскольку я всю свою сознательную жизнь занимался сыском. То есть, все это произошло давным-давно и когда я начинал еще младшим операм работать. Да, поначалу было тяжело, то есть, поначалу каждому человеку переживал, сочувствовал, там, где-то там перебрал, что-то там переделал, плохо, там, еще что-то. Ну, как-то было все. Жалость вызывались и сами преступники, естественно, потому что, ну, люди шли на преступления там по разным причинам. Может быть, от безденежной, может быть, от безысходности какой-то еще что-то. Конечно, но потом уже как-то все это, извините, профессионально деформировалось настолько, что уже смотришь без эмоций, то есть, только холодный ум, что важно, в принципе. Если эмоционально подходить, да, к этому вопросу, то я думаю, что такой профессионализм, он не придет никогда в жизни. А вот если ты работаешь с холодным умом, не щадя ни себя, да, не щадя ни, грубо говоря, никого вокруг, тогда да, это все получается. А что касается Ваших сотрудников, у Вас же и достаточно молодые кадры работают, как вот они относятся, проявляют ли они сочувствие к клиентам, или замечаете ли Вы, подумаете? Вы знаете, на самом деле, да, немножко есть такое. У нас достаточно молодой коллектив, самое молодое агентство, вот, и, наверное, самое большое, я имею в виду в Санкт-Петербурге. И молодые кадры, они, да, иногда жалеют людей очень сильно. Ну, я считаю, что это не порог, это обычное человеческое качество, и оно, в принципе, не чуждо никому, может быть, где-то даже и полезно в нашей работе, да, где-то, где-то оно очень полезно. По поводу сотрудничества с правоохранительными органами, Вы говорили, что когда Вы выявляете какие-то уголовные преступления, то вместе с клиентом, соответственно, передаете информацию. Много ли дел вообще доходили до уголовного расследования? И, там, расскажите, может, о каких-то выпивающих случаях в Вашей практике. Ну, Вы знаете, конечно, все доходит. То, что мы собираем, мы же не просто так работаем. То есть, мы изначально видим, когда клиент приходит, приносит нам какую-то документацию, какие-то факты, доказательства, мы выезжаем на место, мы смотрим, и мы уже видим, сможем мы раскрыть это дело или не сможем. Если мы сможем, то мы беремся. Если мы не сможем, мы не беремся. Я уже сразу говорю, что здесь уже концы в воду, и все уже бесполезно. Что-либо делать, здесь просто будет топтание, да, вокруг места преступления, ничего больше. А если действительно мы выявляем, ну, это где-то выявить, я скажу честно, можно все расследовать. Вопрос в бюджете, на самом деле. Если у государства, да, бюджет большой, огромный, да, то у нас он именно зависит от кармана заказчика. То есть, определенные действия, они должны оплачиваться всегда. И когда человек говорит, вот я, да, вот вытяну, я там сделаю, да, давайте, хорошо, и мы уже оценивая бюджет, говорим, это будет стоить столько-то, мы выезжаем, мы работаем, мы делаем. Тогда, да, доказательно база собрана, все передается, и все проходит. Бывают ли такие случаи, когда клиенты вам не заплатили, обещали, не заплатили, и как вы действовали? Знаете, нет. Таких случаев вообще никогда не было. Вопрос по поводу полиграфа. Сколько я читала, привлекается тоже к своей работе, но многие относятся к детектору ломжи очень специфически, считая, что это ненадежный инструмент, тут главный специалист, который наблюдает за прибором. Сколько часто полиграф используется в вашей практике? Полиграф используется где-то раз, наверное, 10 за месяц на кадровых проверках персонала, и, значит, измены, ну, штуки 2-3 в месяц, когда там кто-то кого-то приводит и говорит, садись на стул, будем тебя проверять. Ну, грубо говоря, да. Обмануть нельзя простому человеку. Конечно, есть методы, когда можно, да, все это изучать, но, вы знаете, они закрыты, во-первых, во-вторых, это могут сделать только подготовленные люди. Я думаю, что в спецслужбах этому обучают, конечно же, но простой человек этого сделать не сможет, потому что не он дает ответ на полиграф, а реакция его организма, понимаете? То есть, на каждый вопрос имеется ответ на каждый, и тело реагирует. Малейшая ложь, выделение пота, микрочастицы, давление, пульс, но вы же не можете заставить себя, что у вас пульс сейчас был, правильно, 120, вот так сделать, а потом сделать, чтобы он был 60. Ну, то же самое полиграф, то есть, он микро улавливает какие-то движения, да, микроволны, и все это выдает спокойно. Если грамотный, конечно, полиграфолог, он сразу распознает ложь, но опять же, чтобы сразу же выдать ответ, врет человек или не врет, это невозможно. Есть специальные тесты, то есть, мы изначально даем задание полиграфологу проверить этого человека. Это, во-первых, делается только с согласием. он пишет расписку, что я согласен с проверкой на полиграфе. Дальше полиграфолог выясняет ситуацию, выезжает, допустим, на место преступления, там, или выясняет, когда была измена, могла быть, вернее, измена, когда, в какое время, там, суток, где, смотрит, там, по, допустим, обстановке, загород, это пригород, да, или, там, Санкт-Петербург, гостиница, что-то. После этого он составляет тест. То есть, весь вечер сидит, пишет тест. Выезжает на проверку, проверка занимает, около, там, 40 минут, часа, не более. Дальше, он все это собирает, все эти данные, и расшифровывает. Расшифровка, она тоже занимает, ну, порядка, где-то, 3-4 часов. Всего этого. Потом он выносит, конечно, заключение по этому поводу, что, вот, либо да, либо нет. Все очень просто. А, в рамках, да, вот этого теста, наверное, только один или два вопроса наводящих. Все остальное, там, истерия, как вас зовут, когда вы родились в таком-то году, да, или там, у вас была собака такая-то, ну, и прочее. Понятно. Евгений, как вы относитесь к полиграфам? Были ли в вашей практике случаи, когда все-таки машина ошибалась, и заключения были неверные? Ну, здесь вопрос нужно ставить так. Были ли случаи, когда ошибалась не машина, а полиграфолог? Машина ошибиться не может, она просто регистрирует данные, показатели телесной активности. Случаев ошибок полиграфолога у нас не было, потому что мы привлекаем только специалистов с очень большим опытом. Да, у нас есть полиграфологи, с которыми мы сотрудничаем, которые профессионально занимаются этой деятельностью уже более 10 лет, сотрудничают и с правоохранительными органами, и с силовыми структурами. Соответственно, вероятность того, что этот человек ошибется и даст какой-то, например, ложноположительный результат, что является самым опасным, конечно, при проверке на полиграфе, она ничтожно мала. Правильно я понимаю, что в основном детективы – это сотрудники там высших правоохранительных органов, полиции, Следственного комитета, МВД, ФСБ, либо есть учреждения специальные, которые учат на детектива? Вы знаете, сейчас создаются попытки, да, создать учреждения, которые могли бы учить профессии детектива, но ввиду того, что эта профессия пока еще, признаем, не настолько популярна и известна в России, и я бы не сказал, что на рынке прям такой уж спрос на детективов, поэтому я бы сказал, скорее нет, чем да, в плане обучения. А что касается второй части вопроса, да, прошлое сотрудников, кем они работали ранее, конечно же, по большей части это бывшие сотрудники правоохранительных органов, органов следствия или каких-то спецслужб. А вы пришли в профессию из какой сферы? Я не хотел бы афишировать место, где я ранее работал. Хорошо. Но имею в виду, что это все равно правоохранительные органы или совершенно иная сфера? Это направление безопасности. Безопасности. Дмитрий, а вы, чем вы занимались от того, как открыли детективное агентство? Ну, конечно, служил в уголовный розыск. И что сподвигло вас открытие агентства? Вы знаете, всему когда-то приходит конец, да, на самом деле, служба, она есть, ну, служба. Это, в принципе, хорошая вещь, да, когда посвящаешь этому 10 лет. Это интересно достаточно. Но потом это все затягивает, на самом деле, и смотришь на людей, которые уже после, там, 15 лет службы, что с ними превращается, да, когда они уходят на пенсию, грубо говоря, работают охранниками, там, в пятерочке, еще там, где-то непонятно, там, полковники, подполковники. Вот у нас резюме приходит разных, то есть, бывший, там, начальник уголовного розыска, подполковник, да, представляете, целого, там, районного управления. Вот он говорит, возьмите меня, пожалуйста, к себе на работу. Я говорю, ну, как я возьму, если я моложе вас, да, допустим, в два раза? Как я буду руководить? Я не могу, у меня только молодежь. Ну, вот из-за этой серии, как бы, все нужно делать в свое время, то есть, отработал, хватит, чтобы избежать, да, профессиональной деградации, нужно менять род деятельности как-то, и вот, ушел в частный сыск изначально, да, но потом это все было подвигнуто, наверное, да, легенда, так сказать, Шерлоке Холмсе, наверное, да, о книжках, Пуаро, а потом, когда поближе познакомимся с деятельностью Пиркинтона, да, знаете такого, наверное. Да. Поэтому решил, вот, создать свою империю именно в таком стиле. Насколько сложно найти кадры? Вы знаете, кадры найти очень сложно, хорошие, профессиональные, это большой успех, если у тебя есть хорошая команда, большой успех для руководителя агентства. На самом деле обращений-то много, вот даже возьмем, вот пустой месяц, да, простой, там 3-4 резюме есть. Если я выкладываю объявления, даже вот, я не пользуюсь даже, мне нужен сотрудник, не пользуюсь даже большими какими-то, да, ресурсами, да, выкладываю на, просто на доске Авито все это дело. Знаете, у меня телефон разрывается, там 200-300 звонков в день есть. Я уже не понимаю, уже кого приглашать, кого не приглашать, то есть, первые там 20 минут ты отвечаешь, потом объявление закрываешь и ждешь на собеседование себе. И потом люди приходят, ты уже смотришь, кого уже дальше, на второй раз пригласить, на третий, на пробное, на какое-то мероприятие посмотреть. А потом у нас стажировка очень большая, на самом деле. То есть, профотбор серьезный, достаточно. У нас нет, во-первых, людей, которые не могут, не справляются, что-то не доделают, потому что мы отвечаем перед заказчиком за свои репутации, грубо говоря. Поэтому кадры у нас только, только самые лучшие. А если вы хотите отправить сотрудника там на дополнительное профессиональное обучение или повысить квалификацию, куда бы вы обратились? Ну, вы знаете, мы на самом деле сами постоянно куда-то ходим, постоянно что-то смотрим, постоянно что-то используем, да, и постоянно растем. То есть, понятно, что у нас, допустим, тоже самая компьютерная, да, сфера, она очень сильно развивается. И поэтому стоять на месте нельзя. Есть вот, как мой коллега, да, большой профессионал в этом деле, поэтому вот они в этом варятся вот постоянно, они обучаются, 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 те же самые у нас есть дополнительные, курсы закрытые, скрытого наблюдения за объектом, в зоне города, за городом, сами проводим тренинги эти, ну, для своих людей, так сказать, чтобы повысить, да, уровень образования. Ну, естественно, учатся на детектор лжи, очень много желающих, чтобы пройти, научиться, понять, все это дело и сделать. Если кто-то хочет, конечно, уже юридическую, да, направление, то это, пожалуйста, это только приветствуется. последний вопрос, который я хотела бы задать, скажем так, каких заказчиков вы ждете, с какими вопросами, с какими проблемами, кого бы вы не хотели видеть среди ваших клиентов? Вы знаете, мы ждем тех людей, которым нужна помощь, вот, действительно, нужна помощь, да, которые попали в такую нелегкую жизненную ситуацию и нуждаются в нас. Да, не хотели бы видеть, наверное, ну, каких-то людей с плохими намерениями, больше, ну, потому что, когда человек приходит, мы спрашиваем, зачем вам это нужно, чтобы понять, да, если он действительно хочет просто, ну, накопать информацию такой, чтобы разрушить жизнь человека, погубить ни в чем не повинного, просто потому, что тот там что-то сделал неясное, то мы не беремся за такие дела, ну, нам самим просто, ну, просто противно. И вам последний вопрос, с какими клиентами вам приятнее всего работать, кого вы чаще всего ждете? Приятнее всего работать с клиентами, которым удается помочь. А по большей части это все клиенты, которые к нам обращаются и которых мы в работу берем. Мы не разделяем так, что, знаете, вот вы хороший клиент первого класса, вот вы так, постойте в сторонке. Нет. Когда человек приходит, мы занимаемся его проблемой, и мы рады всем, кто просто не знает, куда ему обратиться, да, в сложной жизненной ситуации, потому что зачастую можно сказать, что детективы занимаются не только, выявлением супружеской неверности, чего-то еще, а изобретением способов решения различных житейских проблем. Потому что в силу нашей специфики работы, в силу тренированности нашего ума, скажем так, мы можем очень быстро находить нестандартные способы решения различных ситуаций. приятно работать со всеми, кто понимает, что у нас непростая работа, и что мы действительно работаем на благо людей. Как правило, люди благодарны. Спасибо вам большой разговор, успехов в дальнейшей деятельности, Дмитрий. Вам я желаю побольше интересных клиентов с хорошими намерениями. Спасибо вам большое, да. Всем большое спасибо, увидимся через неделю. До свидания. До свидания. Спасибо.